Фермер Сейчас я хотел бы, чтобы вы представили фермера. Наступила весна, снег растаял, и уже можно начинать работать в поле. Он проверил свой трактор, культиватор, и он с нетерпением ждет, чтобы начать подготавливать почву к посеву. И вот он доезжает до поля и начинает культивировать землю. Он перфекционист, и он ездит точно по линии с одного края поля до другого. Но вот он заметил низину на своем поле, которая еще не высохла, земля еще влажная. Воды там уже не было, но он своим опытным взглядом смог определить, что земля слишком влажная. И он размышлял про себя, стоит ли культивировать этот участок поля, или объехать его и оставить на потом. Но пока этот низин еще вдалеке, он продолжает культивировать поле, двигаясь от одного края до другого. И чем ближе он подъезжал к этому участку земли, тем больше он размышлял. Солнце светит, может быть оно высушит землю к тому моменту, когда я подъеду к нему, потому что я не хочу объезжать его и оставлять на потом. И вот эта низина все ближе и ближе. И вот он начал проезжать по этой низине, немножко грязно, но он подумал, все будет нормально, я смогу. И вот он доехал до конца, развернулся, доехал до середины и начал буксовать. Он начинает паниковать, не зная, что делать, жмет на газ, пытаясь вытянуть трактор. Трактор все сильнее и сильнее и сильнее буксует, колеса все глубже и глубже увязают в грязи, и наконец трактор останавливается. И он думает, что же теперь делать? Может быть, оценить культиватор, и тогда трактор выйдет из грязи? Ближайшая ферма в миле от этого места. У меня нету с собой сотового телефона, чтобы кому-то позвонить. Что же делать? Он выходит из трактора, обходит трактор вокруг, оценивает ситуацию и говорит, «Я не знаю, что делать, и некому помочь. За сегодня точно земля не просохнет, чтобы я мог выехать. Что же мне делать?» Но вот к нему приходит мысль. Надо помолиться. Помолиться? Но как же молитва поможет выехать из грязи? Он не знает. Но он верит в Иисуса Христа. И он с детства был научен тому, что когда возникает какая-то проблема, в этот момент нужно молиться. И вот этот фермер снимает кепку, становится на колени, так что его колени немного утопают во влажной земле, и он начинает молиться такими словами, «Господь творит с неба и земли, благодарю тебя. Я застрял. Что мне делать?» В этот момент к нему не приходит на ум какой-то спасительный выход из ситуации, но мир начинает наполнять его сердце. Как если бы Бог сказал, «Сын мой, все будет хорошо». В этот момент никто не проехал мимо и не вытащил его трактор, но мир наполнил его сердце. Как если бы Бог сказал, «Я суверенный владыка, я знаю и вижу твою ситуацию, у меня все под контролем». Молитва — это удивительный дар Божий, и мы, особенно в Америке, стали настолько прагматичными, настолько практичными, что утратили осознание ценности молитвы. Но Павел, начав вторую главу послания к Тимофею, первое, что он пишет, — это повеление молиться. И главную мысль первых восьми стихов второй главы можно выразить следующими словами. Павел говорит, «Тимофей, если бы я тебя о чем-то просил, так это о том, чтобы ты молился». Если не знаешь, что делать, молись. Если знаешь, что делать, молись. Выражай все свои чувства, заботы, помыслы перед Богом. Молись. Тимофей находится в такой ситуации, когда в церквах возникают проблемы. Есть несколько церквей в этом огромном городе, и в эти церкви проникли лжеучителя. Лжеучителя обычно поступали таким образом. Они приходили в город, собирали вокруг себя толпу, представляли свое учение, люди задавали вопросы, они отвечали на вопросы, объясняя значение тех или иных вещей. И лжеучителя приходили с каким-то подобием евангельской вести, которое было похоже на христианство. И люди, слушая, думали про себя. Это звучит вполне правдоподобно. Может, все так и есть. Он очень убедительно говорит. И люди уклонялись с верного пути. И Павел пишет, Тимофей, «Ты должен остановить это». Хотя на самом деле ты не можешь остановить лжеучителей, но ты можешь сделать так, чтобы умы и сердца людей были настроены на истину. И первое, что нужно делать, это молиться. Итак, откройте свои Библии, вторую главу послания к Тимофею. Мы будем читать с 1 по 8 стихи. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 8 стихи. Я прочитаю. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам же стихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Предложение на этом не заканчивается, но так как мысль меняется, то мы остановимся на этом стихе. И в этом отрывке из Священного Писания речь идет о молитве. Итак, чему мы можем научиться о молитве из этого текста? С чего мы начнем? Самое важное, что нам нужно, это осознание нашей зависимости перед Богом, зависимости от Творца, который помогает нам в нуждах наших. И начинать нужно с молитвы. Вы можете думать, вот есть программа в церкви, которую нужно начать. Нет, нужно начать с молитвы. Или вы можете сказать, у моей семьи есть финансовые затруднения, начать нужно с молитвы. Иногда мы забегаем вперед, стараясь решить какую-то проблему, в то время как начать нужно с молитвы. Если Бог суверенен, а Он именно таков, то первое, с чего нужно начать, это с молитвы. И таким образом мы выражаем и показываем нашу зависимость от Него в исполнении Его воли через нас, в благоествовании всему миру. Итак, давайте внимательно посмотрим на то, о чем говорится в этих стихах. И первое, на что нужно обратить внимание в стихах с первого по четвертый, это на приоритет молитвы. Мы уже об этом говорили немного. Когда Павел, начиная, пишет «Прежде всего, прежде всего, Тимофей, не после того, когда ты перепробовал все возможные пути решения проблемы, но прежде всего, прежде всего, прошу тебя, прошу тебя, умоляю совершать молитвы, прошения, умоления, благодарения за всех человеков». Вот эти четыре слова крайне значимы. Все они означают разные грани одного и того же. Подчеркиваю, различные аспекты молитв. Я не знаю, насколько вы знакомы с бриллиантами. Я подарил жене маленький бриллиант с кольцом на свадьбу. Может, у вас есть тоже такая традиция. Но сам я далеко не эксперт в области бриллиантов. Но говорят, что если вы посмотрите на бриллиант через увеличительное стекло, то, поворачивая бриллиант, вы будете видеть разные картины. Вы можете наблюдать рефракцию световых волн. И вот когда эксперт смотрит через увеличительное стекло, то он может увидеть одну картину, потом другую картину. Бриллиант один, но у него разные грани. Вот точно так и эти четыре слова, которые пишет здесь Павел. И Павел здесь говорит о прошении или о просьбах. Когда мы предстаем пред святым Богом и обращаясь к Нему, говорим, «Господь, вот что мне нужно, или вот что я хочу». Господь, Ты тот, кто может мне это послать. И часто лучшими учителями такой молитвы могут быть дети. Я уже рассказывал вам о наших детях, о нашей Саше, восьми лет, которым мы удочерили из России. Иногда она просто изумляет нас своими молитвами, как хорошими, так и плохими. Иногда она просто молится «Спасибо за котят, за щенят, спасибо за птичек, за бабочек». Иногда так и хочет сказать «Хорошо, Саша, давай помолимся о чем-то другом». Но иногда она произносит нечто, что заставляет меня удивляться. Где-то более года назад, может быть, уже два года назад, когда ей было шесть лет. Во время нашей вечерней молитвы она произнесла, «Дорогой Иисус, пожалуйста, сделай так, чтобы вся наша семья поехала в Диснейленд». И мы с труди так думаем про себя, «Ну не надо молиться о поездке в Диснейленд». Это очень дорого, чтобы мы все шестером в Диснейленд, но Бог точно не ответит на эту молитву. Но как объяснить ребенку? Вы же не скажете ему, «Нельзя молиться таким образом, Бог на такие молитвы не ответит». И в то же время мы хотим утвердить ее веру, поэтому мы говорим, «Ну знаешь, Саша, не надо ожидать слишком многого». Но вот что произошло дальше, это невероятно. Спустя месяц мы получаем открытку от одной из семей из нашей церкви. Вот в Америке в октябре принято выражать свою любовь и признательность пасторам. И вот в октябре в Америке очень здорово быть пастором, потому что вам что-то открытки, иногда какие-то подарки. И вот я достал эту открытку, открыл ее, начал читать, и говорю, «Невероятно». Я принес эту открытку домой, показал труди и говорю, «Ты должна прочитать». И вот эта семья из нашей церкви написала, «Мы хотим сделать что-то значимое для вашей семьи. Мы хотели бы отправить вашу семью во Флориду, в Диснейленд. Ты не шутишь?» Мы созвали детей и говорим, «Знаете, вы не поверите». Вот посмотрите на эту открытку. Вот как вы думаете, какая реакция была у наших детей? «О, как скучно». Вы думаете, так они отреагировали? Они плясали, они кричали, они радовались, потому что они поедут в Диснейленд. Но знаете, как повлияло это на веру Саше? И мы с трудей сказали, «Саша, если честно, мы не верили, что Бог ответит на эту молитву. Но знаешь что? Спасибо, что помолилась об этом. Потому что Бог ответил на твою молитву». Я не хочу сказать о том, что нам нужно молиться о Диснейленде или о чем-то подобном, но просто иногда мы осмеливаемся молиться лишь за то, что можем сделать сами. И иногда Бог дает нам понять, что Он может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже помышляем. Иногда это может быть спасение души, а иногда это ответ на молитву ребенка, которая даже взрослым кажется несбыточной мечтой. И вот в прошлом году мы отправились в отпуск. Это было потрясающее время. Дети никогда не забудут этого времени. И все это стало возможно лишь потому, что Бог ответил на молитву ребенка. И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, я хочу, чтобы ты молился прежде всего. Я хочу, чтобы ты просил». И тут он еще говорит о молитвах. И это общий призыв к молитве, когда мы просто молимся обо всем, и неважно, о чем мы молимся, мы просто общаемся с Богом, изливая свою душу. И третье слово — это моление, или ходатайство, когда мы молим за кого-то. И каждый из нас знает о ком-то, у кого в жизни проблемы, у кого в жизни борения, кому нужна помощь в чем-то. Такой ходатай говорит, «Я встану между тобой и Богом, и буду доносить ему о твоей проблеме, о твоей нужде, потому что мне не все равно, потому что я люблю тебя». И у нас есть такое выражение, «Стать в проломе, и я буду умолять Отца о тебе». И далее он говорит, «И благодарение за всех человеков». Он пишет о том, чтобы у нас было благодарное сердце. И каждый раз, когда я вижу это слово, я вспоминаю историю, произошедшую с Иисусом. Ему навстречу шли десять прокаженных. Проказы — это страшное заболевание кожи. И мы помним о том, что Он исцелил их всех. И все десять обрадовали своему исцелению. И когда они ушли, по прошествии некоторого времени, один из десяти вернулся. Вернулся для того, чтобы поблагодарить Иисуса за исцеление. Но только один из десяти вернулся. Нам нужно быть благодарными не только за что-то невероятное, но даже за самое незначительное, что Бог делает в нашей жизни. Очень легко быть благодарными за ответ на молитву Саши, потому что это что-то очень заметное. Но может, нам предстоит экзамен в школе, и мы готовимся, мы молимся о том, чтобы Бог благословил. Мы идем на экзамен, получаем пятерку, или, может быть, пять с минусом, и забываем поблагодарить Бога за память и за внимание, за то, что Он помог нам сдать этот экзамен. Или мы идем в магазин и говорим, «Господи, вот все, что у меня есть, чтобы потратить на еду сегодня. Помоги мне потратить деньги мудро, чтобы купить то, что мне нужно». И вы выходите из магазина и понимаете, что купили то, что нужно, и вам хватило денег. Говорим ли мы после этого «Спасибо»? И наша способность благодарить свидетельствует о многом. Или мы забываем говорить «Спасибо», или мы не видим ответов на наши молитвы. И это другая проблема, которая есть у нас, американцев, может, и у вас в России. Потому что часто наши молитвы такие абстрактные, расплывчатые. «О, Господь, помоги миссионерам сегодня». Я так думаю, Господь готов переспросить, «А в чем конкретно вы хотите, чтобы я помог?» Мы говорим, «О, Господь, пусть сегодня не будет так жарко или так холодно». А Бог говорит, «А я не могу сделать этого». Что мне, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы явить мою славу? А что, если должно быть так жарко или так холодно, чтобы в этом прославился Бог? Иногда, как мне кажется, мы не стараемся понять волю Божью, чтобы молиться в соответствии с ней, когда Бог скажет, «Я хочу ответить на такую молитву». И Павел пишет Тимофею и говорит, «Тимофей, я хочу, чтобы ты молился прежде всего во всех жизненных ситуациях, чтобы ты совершал молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Но далее он произносит нечто очень интересное. Вот посмотрите на второй стих. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты молился за царей и за всех начальствующих». И вот, когда я читаю этот стих, я задумываюсь, «А почему?» Я должен молиться за свою семью, за свою церковь. Я должен молиться о своем соседе, чтобы рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа. Но зачем мне молиться о моем царе или о моем президенте? Очень интересно. Но ведь Бог поставляет начальство, поставляет власти. И Павел говорит, «Я хочу, чтобы ты молился о них». Но заметьте, в какое время было написано это послание. Первый век. Римская империя. Если Нерон еще не вступил на престол, то скоро этот момент наступит. И Павел не пишет, «Молитесь за императора, чтобы гонения прекратились». Он говорит, «Я хочу, чтобы ты молился за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Он говорит о том, что необходимо молиться за начальство, за власти, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Но что означают эти слова, «тихую и безмятежную»? Они означают как внутреннюю, так и внешнюю свободу исповедовать свою веру, свободу открыто выражать свою веру, свободу делиться благой вестью с окружающими людьми. Я просто хочу иметь возможность жить и растить семью и участвовать в жизни церкви. И Павел говорит, «Даже живя в Римской империи, я хочу, чтобы вы молились за царей и за начальствующих». Я точно не знаю ситуацию, с которой вы сталкиваетесь здесь, в России, но я могу говорить о том, что происходит в Америке. За последние 30-40 лет в политической системе Америки происходят значимые изменения. Христиане становятся, как бы это сказать, более политически активными, прилагая усилия, совместные усилия, направленные на то, чтобы власти придавали большее значение свободе вероисповедания. Мы молимся за власти, чтобы они придерживались христианских ценностей, чтобы они придерживались в библейских ценностях. И это само по себе здорово. Это замечательно, когда мы молимся за власти. Это замечательно, когда христиане участвуют в жизни общества. Это замечательно желать, чтобы те христианские принципы, на которых было основано наше государство, воплощалось в жизни общества 20-го и 21-го века. Но что стало происходить за прошедшие 20, 30, и может быть 40 лет, это то, что мы стали больше интересоваться политикой, чем нашей верой. Вот если нам не удастся выбрать этого духовного кандидата, то наша страна будет в плачевном положении. И мы переживаем, мы волнуемся, мы жертвуем деньги, мы что-то предпринимаем, усердно молимся. И неожиданно мы начинаем думать, что если будет выбран другой кандидат, то у нас будут проблемы. Павел не говорит нам о том, чтобы мы просили Бога о самом лучшем царе для нас, который только возможен, чтобы мы могли жить и свободно исповедовать свою веру. Нет, он говорит просто молитесь о том царе, который есть, каким бы он ни был, может быть, тот президент, который позволяет вашу страну, на данный момент не является благочестивым человеком. Но Бог призывает нас молиться о них, ибо им Бог вручил власть над вашей страной в данный период времени, потому что Бог — суверенный владыка. Вам могут власти не нравиться, вы можете страдать от гонений, но это дело не меняет. И Павел пишет, чтобы мы молились за них, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Знаете, почему это так важно? Это важно для Евангелия. Все, что Павел делал, все, о чем он думал, все, о чем он посвящал свою жизнь, это было делом распространения Евангелия Иисуса Христа. И цель далеко не в том, чтобы мы стали важными людьми, может быть, лидерами, может быть, президентами, хотя в этом ничего, по сути, плохого нет. Но самое главное, чтобы наша жизнь отражала принципы Евангелия. Третий стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Когда мы молимся такими молитвами, с правильными ожиданиями, когда мы можем жить так, что наша жизнь служит примером для всех людей, Павел говорит, «Это хорошо». «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Мотивация Павла всегда основывалась на распространении Евангелия. Каждый его шаг, каждый его вздох, все, чем он учил, было посвящено Евангелии Иисуса Христа. Если говорить об Америке, то, может быть, из-за нашей политической системы, может, из-за экономической системы, мы очень часто отвлекаемся на всякие мелочи. Стремительно развиваются высокие технологии, и они меняют жизнь как в вашей стране, так и в нашей стране. И благодаря этому мы можем делать так много, но в итоге не делать главного. И Павел пишет, «Послушай, я хочу, чтобы вы молились, чтобы мы могли иметь такую жизнь, потому что Бог страстно желает, чтобы каждый имел возможность услышать благую весть». И, будучи пастором, мне очень часто приходится напоминать людям в церкви о том, что в центре всего Евангелие Иисуса Христа. И напоминать об этом мне приходится и самому себе, потому что у меня есть дом, за который нужно платить, потому что нужно копить на машину, нужно водить детей на спортивные мероприятия, потому что нашим детям нужно получить хорошее образование. Но в центре всего Евангелие. Все остальное второстепенно. Мы молимся, чтобы иметь такую жизнь ради Евангелия. Итак, это что касается приоритета молитвы, потому что первые четыре стиха говорят о важности и приоритете молитвы. А в стихах с пятого по седьмой Павел говорит о привилегии молитвы. Потому что иногда я это отношу к самому себе. Когда нет никаких препятствий для молитвы, мы забываем о том, какая это высокая привилегия молиться. Пятый стих. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это самая суть. Иногда, да практически всегда, когда я готовлюсь к венчанию в нашей церкви, жених и невеста приходят ко мне, мы беседуем, и я рассказываю о тех требованиях, которые есть в нашей церкви. И я говорю, что для того, чтобы я вас венчал, я должен быть уверен, что вы оба имеете веру в Иисуса Христа. Они говорят, «Хорошо». Затем я говорю, что во время первой встречи мы с вами повторим суть Евангелия. И затем я беру такую брошюру, даю им, чтобы они могли следить, о чем идет речь. И мы говорим о Боге, о том, кем Он является, о Его совершенстве, затем о человеке, о том, как в Адаме и Еве все согрешили, и что и мы тоже согрешили. И из-за этого между нами и Богом пропасть. И в нашей стране я привожу в пример Великий Каньон в штате Аризона на юго-западе Соединенных Штатов Америки. Это огромный каньон. Он очень широк и очень глубок. Я говорю о том, что есть такой духовный Великий Каньон, который отделяет Святого Бога от грешного человека. И невозможно перебраться с нашего края на тот край, где Бог. Кто-то должен помочь нам это сделать. И только в Иисусе Христе это возможно. И в брошюрах обычно нарисован крест, который становится мостом, по которому можно перейти с одного края на другой. Я говорю о том, что Иисус Христос открывает нам доступ к Богу. Он становится тем посредником, тем мостом, который приводит нас к Богу, чтобы мы могли знать Его и иметь общение с Ним. Он тот мост, который объединяет Святого Бога и грешное человечество и делает возможными взаимоотношения с Богом. Мне вспоминается персонаж из Ветхого Завета Иов. Если вы помните, то Бог позволил ужасным трагедиям произойти в его жизни. Однажды сатана подошел к Богу и Бог ему сказал, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И сатана отвечает, конечно, он будет следовать за тобой, потому что ты так много даешь ему. И Бог говорит, хорошо, ты можешь у него все это забрать? И сатана забирает. Но Иов продолжает оставаться верным Богу. Сатана подходит к Богу и просит, а можно ли мне забрать еще? И Бог говорит, ты можешь забрать все, кроме его жизни. И Иову поражает страшная болезнь, проказа, страшная боль. Каждый час, каждый день. И он лежит в куче пепла, просто существует. И жена говорит ему, почему бы тебе не проклясть Бога и умереть? А Иов говорит, Бог дает, и Бог берет. да будет имя Господне благословенное. Затем приходят друзья Иова и говорят ему, Иов, должен быть какой-то грех в твоей жизни. И Иова эти слова задевают. И во всех этих разговорах он занимает все более и более оборонительную тактику. И он говорит, если бы кто-то вступился за меня, если бы Бог предстал передо мной и общался со мной, если бы я мог изложить свое дело перед Ним, то Он бы оправдал меня. Если вы помните историю, то в конце Бог предстает перед Иовом и обращается к нему и говорит, «Где был ты, Иов, когда...» И далее он перечисляет множество событий. «Иов, где был ты, когда я сотворил этот мир? Где был ты, когда я сделал это?» И все, что Иов мог ответить, «Я говорил о том, чего не разумел». И спустя столетия пришел Иисус Христос, который стал посредником между святым Богом и грешным человечеством. Иов искал такого защитника, такого посредника. Иисус становится таким посредником, таким мостом, который связывает святого Бога и грешного человека. И вы можете подумать, какое отношение это имеет к молитве, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Вот что особенно поражает меня в этом стихе о молитве, о посреднике, это вот что. Во многих религиозных системах есть священники. Может, кто-то из вас сталкивался с подобным священством. И подобные религии есть в Америке и в западном мире. И знаете, дело даже не в том, что это плохо. Просто в этом нет никакой необходимости. И нам не нужен священник для того, чтобы мы могли говорить сначала ему, а он доносил наше слово Богу. У нас уже есть посредник, Иисус Христос, наш ходатай перед Отцом, и можем напрямую обращаться к Нему. Седьмой стих, «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине». Вы живете для того, чтобы рассказать людям о Евангелии Иисуса Христа. Вы имеете возможность молиться Творцу Вселенной, Который сотворил все, Который владыка всего, Который во всем. Мы можем молиться за власть, за окружающих людей, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. И, Тимофей, мы молимся тому, кто является этим удивительным посредником между Богом и человеком. Он тот, кто ходатайствует за нас. Он действует в нас и через нас. И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, молитва — это не только приоритет, это еще и привилегия. Я думаю, одна из основных проблем, с которой я сталкиваюсь в молитвенной жизни, это то, что я забываю, какая привилегия молиться Богу. Как часто мы не ценим этого, потому что мы можем обращаться к Богу в любом месте, в любое время, и из-за этого мы забываем, какая нам оказывается честь обращаться к самому Богу. И в последнем стихе я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как следует молиться, когда Павел пишет следующее, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Мне нравится, что это обращение к мужам. Он не говорит о том, что женщины не могут молиться, или что им не следует молиться. Он обращается к мужчинам и говорит, «Я поставил вас главой в семье, и я ожидаю, что вы, мужчины, будете молиться». И как молиться? Павел пишет, «Я хочу, чтобы вы молились, воздевая чистые руки, когда руки подняты и распростерты к Богу, и это служит выражением нашей зависимости перед Ним и нашей открытости перед Ним». Но я не говорю о том, что буквально нам нужно молиться с поднятыми вверх руками, я вырос в церкви, которая, как бы подобрать правильное слово, очень консервативная, в которой нельзя было выражать чувства. Мы всегда были очень серьезны, серьезно молились. И если кто-то придет в нашу церковь и начнет пожимать руку кому-то, то все подумают, что с ним что-то не так. И когда мы читаем такой стих, мы думаем, «О, неужели каждый раз, когда мужчины молятся, они должны поднимать вверх руки?» Я не думаю, что речь идет о буквальном поднятии рук. Здесь речь идет о важности быть открытыми перед Богом. Когда наша Саша была моложе, ей сейчас всего восемь, но когда ей было три или четыре года, я приходил домой из церкви, входил через заднюю дверь, вешал пальто и слышал такие шаги. Она шла ко мне навстречу. Со словами, «Папа пришел, папа пришел». Она подходила ко мне и поднимала руки. И что это значит? «Папа, возьми меня на руки. Прижми меня к себе». И она была такой маленькой. Я мог ее поднять, мог подбросить вверх. Она смеялась, радовалась, потому что чувствовала себя в безопасности. И когда она поднимала руки ко мне, она говорила, «Возьми меня. Держи меня. Дай мне знать, что ты любишь меня. Вот я, такая, какая есть. Я твоя дочь». И я думаю, что об этом идет речь, когда Павел пишет, что мы должны молиться с воздетыми вверх руками, потому что мы, как дети, подходим к Богу и говорим, «Бог, вот я. Подержи меня. Прижми меня к себе. Скажи мне, что все будет хорошо, что ты заботишься обо мне. Несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря на то, что все кажется таким сложным, скажи мне, что все будет хорошо. Я верю, я уповаю, я сознаю свою зависимость от тебя. Я знаю, что ты надежен и что все будет хорошо». И Павел говорит, «Я хочу, чтобы у мужчин было такое отношение». И он пишет, «Святые руки». Не грязные руки, не запачканные руки, но святые руки, что означает «отделенные». То есть мы говорим, «Мои руки для тебя, Господь». К сожалению, мои поступки не всегда отражают, насколько свят ты, Господь. Но я благодарю тебя за твое прощение, за твое освящение, за твое искупление, за твое оправдание. И основываясь на том, что ты сделал для меня, я поднимаю к тебе мои руки. «Ты делаешь меня святым». И мы не говорим, что мы совершенны, мы не говорим, что у нас все в порядке, но мы освящены благодаря тому, что ты совершил, Господь. Он говорит, что «Я хочу, чтобы вы воздевали чистые руки без гнева и сомнений». Но как мы можем приходить к Богу в состоянии гнева, раздражаясь или обижаясь на кого-то? Мы ссоримся, конфликтуем, обижаем друг друга, а потом вдруг обращаемся к Богу и говорим, «Господь, как здорово с тобой пообщаться». Как мне кажется, апостол Павел говорит о том, что если наше отношение с Богом в порядке, то это проявится в отношениях с другими людьми. Вот вы помните о том, что мы говорили вчера? Вера определяет поведение. Наша вера в Бога определяет нашу веру в самих себя, определяет наше понимание мира, и определяет то, как мы живем. Если мы верим в то, что Бог свят, обращаясь к Богу Вселенной, мы говорим, «Бог, вот я, таков, какой есть». И вместо того, чтобы обращаться к Богу в спорах и в конфликтах, вы знаете, я хотел привести в пример нашу молитву в нашей семье. это время порой очень интересное. У нас дети разного возраста, от 16 до 8, и они находятся на разных жизненных этапах, поэтому порой совсем непросто собрать всех детей вместе на молитву. Но время от времени мы все-таки собираемся вечером, перед тем, как ложиться спать, вместе в одной комнате, чтобы помолиться. И знаете, порой бывает так, что мальчики в ссоре друг с другом. «Он толкнул меня, он ударил меня, он первый начал, и они спорят друг с другом». И вот наступает их очередь молитвы, а до этого они ругались друг с другом. «Твоя очередь молиться». «Ой, дорогой Господь, спасибо за этот день, помоги мне завтра на экзамене». И я думаю про себя. «Ты только что ругался со своим братом, как ты можешь молиться такой молитвой?» И знаете, каким бы смешным ни показался нам пример с моими детьми, все-таки сколько раз мы сами, находясь в ссоре с какими-то людьми вокруг нас, несмотря на это, обращаемся к Богу и говорим «Господь, все в порядке, спасибо тебе за все, аминь». Павел говорит «Я хочу, чтобы мужчины взяли на себя ответственность». Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в Америке, в том, что мужчины постепенно уходят на второй план. Конечно, есть благочестивые женщины, которые боятся Бога, и которые берут Божье дело в свои руки. Но знаете, то, о чем говорил Павел в первом веке, актуальное сегодня. Мы отчаянно нуждаемся в нашей стране, и думаю, во всем мире, чтобы были мужчины, которые берут ответственность в свои руки. Мужчины, вы ответственны за свои семьи. Вы должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Вы должны растить детей в любви к Богу. Делайте это, и ваши дети должны видеть, что вы, будучи отцами, главой семьи, молитесь. Знаете, я надеюсь, что когда мои дети видят меня, молящимся, они видят не пастора, молящимся, а своего отца, молящимся, что когда наступит тот день, когда они станут мужьями и женами, они будут для своих домашних теми, кем я пытался быть для своей семьи. Конечно, я не идеальный пример. У меня не всегда правильное отношение и восприятие. Но я всегда осознаю свою ответственность являть пример благочестия и святости для своей семьи. Если вдруг не получается что-то, я исповедуюсь перед Богом. Иногда меня дети спрашивают, «Папа, почему ты так печален?» И нужно сделать то и то. И я спрашиваю, «Как вы видели, что я печален?» Я старался не показать этого. И они говорят, «Папа, мы все видим». О, Господь! Молитва — это одна из величайших привилегий, которые нам дарованы, и одна из величайших ответственностей. Как мы молимся? Форма может быть любой. Можно молиться сидя, можно молиться на коленях. Иногда я молюсь, распростершись на полу. И Павел говорит, «Понимаете ли это буквально, или образно?» Я хочу, чтобы вы воздевали чистые руки, без гнева и сомнений, показывая свою зависимость, открытость перед Богом. Пожалуйста, используй меня для своей славы. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...